Здесь есть компания, которая пригласила центр занятости и скажу даже, что даже есть колония. Для чего здесь колония? Колония ищет не клиентов, колония ищет персонал. Так с юмором началась встреча работодателей с потенциальными работниками. Большинство – соискатели, переселенцы. На мероприятие пришли целыми семьями. Анна с двумя сыновьями и мужем сбежали из села Торец в Донецкой области, но за три месяца в Одессе подходящей работы не нашли. Переселенческие платят, спасибо большое. Плюс у меня пособие, ребенок инвалид. Работа сложная. Ну, а давно уж-то ходил, 12 часов стоять на 300 гривен в день, ночь и 6 ночей подряд. Это тяжело. Организаторы мероприятия отмечают, вакансии есть. Но с начала войны их количество действительно сократилось в три раза, поэтому пытаются предложить вынужденным переселенцам другие пути заработка. Мы нацелены на то, чтобы люди задумывались о самозанятости, о мелком и среднем предпринимательстве, потому что это, в общем-то, наша возможность запустить экономику страны. Но далеко не все видят себя в собственном, пусть и небольшом бизнесе. Многие понимают, то, чем они занимались дома, на новом месте не актуально. Мариуполь, вы сами понимаете, это металлургический город. И те, кто приезжают, это люди, которые работали на заводах. Здесь они себя применить практически в Одессе не могут. Поэтому мы стараемся в общении с ними выявить, что же они еще могут. Ну, вот была женщина, которая крановщица, ей предложили, она, оказывается, любит составлять букеты, вот это ее хобби, предложили ей флористам. А владеть новой профессией предлагает областной центр занятости. Все специальности востребованы – швия, парикмахер, сантехник, кондитер. Во время учебы даже стипендию обещают платить. Организаторы мероприятия убеждены, было бы желание работать и развиваться, а работа найдется. Тем более, что много вакансий появляется в общественных организациях и международных фондах, специализирующихся именно на помощи беженцам. Мы шукаем психологов, менеджеров, логистов, перекладачей. Это очень важно для нас. Шукаем тех, кто поможет нам с закупировками. Шукаем также людей, которые понимают на ежедневном фонде. Нам нужны юристы, социальные работники, фаховцы инженерного профиля. Это все вакансии с знанием английского? Нет, для работы с внутренне перемещенными человеками. Все эти вакансии есть на рекрутинговых сайтах и непосредственно на страницах организации и миссии, отмечают организаторы мероприятия. Поэтому советуют регулярно их проверять и не медлить с отправкой резюме. А такие мероприятия, как очная ярмарка вакансии, призваны познакомить потенциальных партнеров, соискателей и работодателей и ознакомить трудоспособное население с разными формами самозанятости и профессионального саморазвития.